Совершенно невероятным шедевром оказалась музыка гениального Камиля Сенсанса, интродукция Иронда Капричозы, которая была написана для Сарасаты, учитывая его невероятные возможности, учитывая его темперамент, учитывая его непредсказуемость. Иронда Камиля Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Иронда Камиля Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Иронда Камиля Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Иронда Камиля Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Иронда Камиля Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен капризность, его свободу, то, что мы называем адлибитум. Это произведение чуть ли не символ скрипки. Уже и мало поколений людей, которые слушают любят эту музыку и считают одним из самых прекрасных шедевров, написанных на скрипке. Вообще, Сен-Санс, он по таланту, по гению очень близок к Моцарту. Тоже раннее начало, в три года музыка, в пять лет известность, в десять лет Сен-Санс в одном концерте играет два концерта для фортепиана с оркестром. Представляете себе? Десятилетний ребенок играет третий фортепианный концерт Бетхойна в первом отделении и 27-й фортепианный концерт Моцарта во втором. А когда этому ребенку уже 30 лет, он разыгрывает всю планету, все музыкальное мышление. Он сообщает, что он находит новые сонаты Бетховена, садится за рояль и играет найденную им новую, неизвестную, ранее неизнанную сонату. Публика в безумии, все музыковеды в восторге, найдена новая соната. А потом Сен-Санс быстренько признается, что это он симпровизировал ее на ходу, во всех четырех частях. Вот захотелось ему пошутить, и пошутил он. Это был совершенно невероятно одаренный человек. Он говорил на основных европейских языках, и заодно еще и на древних языках. Это был самый образованный композитор за всю практически историю музыкальной культуры. Философия по-настоящему. История, теория музыки, теория культуры, теософия, чего только он не знал. Единственный недостаток с точки зрения величайших композиторов, он был не столь глубок. Но простим им это, потому что он виртуоз. Он один из самых виртуозных композиторов в истории музыки. Его музыка полна остроумия, порой доходящей до анекдотичности. Ну вот смотрите, например, слушайте, как начинается вот эта знаменитая интродукция Ронда Капричоза, посвященная Сарасаде. Вот Сен-Санс так и видит, как Сарасад выходит на сцену и начинает вздыхать под луной со свойственным только ему темпераменту. А потом там даже есть эпизод, когда он подскакивает к своей возлюбленной так мелкими-мелкими шажками. Вот сыграйте кусочек. Начало. Сдохи. Стоп. Сейчас вот начнется место, от которого я в детстве еще смеялся. У меня это похоже на мультик, как он издалека вздыхал и вдруг решил подойти к своей любимой, так маленькими шажками подошел, становился аппер. Воспел любовь еще ближе, потому что не прогнали. Вот, слушайте, вот точно эпизод, а? Давайте. Еще ближе. Я могу себе только представить, как Сарасад играл эту музыку. Мы можем себе представить. Но, наверное, мы играем сейчас тоже не намного хуже в наше время. Мы обогчены огромным количеством литературы, великолепной поэзии, музыки, живописи. Мы чувствуем невероятное количество юмора, феноменальную интеллектуальность и одновременно легкость музыки Сенсанса. Вот интродукция Ронда Капричеза. Это музыка для людей, конечно же, с обостренным чувством испанского, но еще и с большим чувством юмора, потому что у Сарасад было это чувство всегда в игре, а у Сенсанса, в интродукции Ронда Капричеза, учитывая исполнителя, который будет это играть, это чувство проявилось невероятно сильно. И еще раз. И еще раз. Стоп, стоп, вот это самая уникальная ситуация. Вот он тут показал, какой он рыцарь, как он бегает, как он сражается, как он поет. Все, показал, пальцы бегают, да? Носки поча, пальцы бегают. И вдруг остановился, его не прогнали, и, кажется, ему отвечают взаимностью. И вот тогда начинается совместный танец, знаменитая Ронда. Посмотрите, послушайте, какой подход к этому Ронду. Вот от этого ми. Ронда. Стоп, стоп. Очень интересный момент. Очень. Вы заметили, что музыка написана в ля-миноре. И когда Марина начинает играть, бам, сыграет аккорд, бам. Нам кажется, сейчас будет карида, любовь и смерть, месть, кровавые глаза, вендетта. И вдруг скинька, там, 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 в миноре. Но каково остроумие. Все ведь ждут кровавости, да? И вдруг скинька, так, такое детское чудо, да? Да. И вообще, интродукция Ронда Каприджиоза, это не что иное, как энциклопедия любовных вздохов, любовных томлей, любовных страстей. Вот сейчас вот этот эпизод с трелями, это просто такое детское восприятие людей. Это даже не мужчина и женщина, скорее всего, а какой-то ребенок. Говорит, мамочка, я тебя так люблю, так люблю. Вот, не знаю, у меня такое ощущение. Смотрите. ПЕСНЯ А вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на один особый прием, которым играл сейчас Андрей. Дело в том, что Сарасатый обладал уникальным штрихом стакката. Этот штрих не существует как штрих, которому можно обучить. Он или есть в природе слепача, или его нет. Я никогда не забуду, как мой педагог, у которого не было штриха стакката, он пытался научить меня делать заверчивающиеся движения, такие завинчивающиеся. Вот так. Пум, пум, пум. Вот так. Даже не знаю, как я это играл. Да, я тоже. Так вот, он меня учил, учил, и выяснилось, что я бездарный ученик. Как бы он меня ни учил, у меня ничего не получалось. И вот как-то я пришел к одному старому скрипачеру кистрому, он говорит, что, у тебя нет стакката? Ну-ка дай мне твою руку в свою. Я взял, он взял своей рукой мою смычковую руку и сказал так, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Еще раз. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И у меня получилось. И больше ничего не надо было делать, оказывается. Вот как это делается? Можно меня отвезти к нему? Нет, но у тебя есть стакан. Играет музыка Кстати, хочу сказать вам, да, что великий Винявский, его называли польский погоди, у него такого нормального стаката не было. У него была зажатая стакада, он зажимал вот так локоть, и как из... Да, да, как из пистолета, как из пульмота стрелял. Оно так и называется, стакада Винявского. Да, таратат, это ты помнишь в скрипничном концерте, да? Он мог только стрелять. С зажатыми руками Играет стакада. Я никогда не забуду замечательный эпизод, который произошел моего профессора с одним очень талантливым скрипачем. Единственная особенность этого скрипача была, что он никогда не читал ни одной книги. Ну, вот так получилось. Никакой другой музыки не слышал, и не слушал, кроме той, которую он играл на скрип. Но у него оказалась потрясающая вот эта вот стаката. И мой профессор сказал, Коля, мы сегодня, я тебе дам одно произведение, которым ты через два месяца на академическом потрясешь всю комиссию, всю консерваторию. У тебя такое стаката, только никому не говори, занимайся им в тайне, никому не показывай. И дал ему знаменитая хора-стаката в обработке хейта, где стаката вверх с мучком, вниз с мучком. Вниз это вообще бесполезное дело. Ну-ка, покажи. Да, 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 да. И ты можешь играть так, как написал хейт, все, вот так. И Коля, значит, взял и говорит, как надо играть. А он говорит, вот так, вот, дрыгать рукой. И у Коли все получилось. Однажды Коля стоял в консерваторском умывайнике, общежитет, простите. А где еще заниматься? Там гулка, красиво, все. Там одни умываются, а другие играют на скрипках. Стоял и играл хор-стаката. И к нему подошел один такой ужасный ядовитый скрипач и говорит, Коля, у тебя что, стаката получается? Коля говорит, а какой он стаката? Он не знал, он просто играл. Он даже не знал, что это стаката. А что такое стаката? Он говорит, это очень сложный стих. Вот надо вот так завертывающиеся движения делать в медленном темпе, а потом постепенно ускорять. Ну-ка попробуй. Ну, а теперь быстро. И у Коли пропала стаката. И когда он пришел на урок, он не мог сыграть трех звуков. Профессор говорит, Коля, где твоя стаката? Какой стаката? А, а, это мне научили, надо медленными завертывающимися движениями. Профессор говорит, все пропало, Коля, я вам сейчас забираю. Можно стаката? Ты смешаешься. Движения. Ну, что делать? Это да. Интересно. Он же писал сенсас для царосаты. И поэтому здесь есть стаката. Но есть великие скрипачи, которые стаката не играют. Вот сейчас возьму, открою одну тайну. У Давида Феджиа Ойстраха не было стаката. И он играл вместо стаката спиката. Вот сейчас первый раз сыграл стаката, а второй спиката. Ну-ка, сделай. Пам-пам-пам-пам-та-та-та-та. Да. Вот многие скрипачи, у которых нет стаката, они заменяют спиката. Это по звуку не хуже, но эффект вот этого, он неповторим. Потому что как-то скрипачи станет, смычок вот так шпуляет, как будто вот у него пулемет. Это невероятно. Покажи какой-нибудь разный стаката, покажи. Но есть еще летучий, который у меня, например, не получил. Нет, нет, нет. А третью часть Мендесона, как ты играешь тогда? Там же на стаката. Тарая ям, тарая. А здесь получается? Здесь получается. У меня еще много. Видите, дело в том, что, видите, вот эта игра на скрипке, это такая вообще клиника, это такая психология, психиатрия. Тут вообще ничего не понятно. Почему одного учат играть красивым звуком, а у него звук, как ворота скрипят, да? Другого ничему не учат. Просто вот дают произведение, он начинает играть. И эта скрипка очень связана с природой человека, да. Это природа. Вот можно научить каким-то элементарным основным вещам, а все остальное уже от Бога. Потому что скрипач, вот у него нет клавиш, нет молоточков, нет ничего. Вот из сердца, да, есть кусок дерева, две руки. Вот передача от сердца прямо вот к пальцам, к рукам. И давайте теперь, значит, дальше продолжим. Вот от этого стаката. Больше играть оба раза стаката или второй раз? Давайте оба раза. Давайте оба раза стаката. Стоп, стоп, стоп. А помнишь, что делает пенец? Он делает никакую вещь. Он говорит пар-р-р-р, потом тр-р-р, делает пьяно. Все думают, что конец вообще. Друг тр-р-р-р-р-р. Это вообще безумие. И оркестры так все, все дирижеры нервничают. Потому что хейтцы. Т-р-р-р-р-р-р. Дирижер же должен удар оркестру дать, да. Он стоит так и хейтинг друг с одной двери играет 64 ноты. Т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. И получается, что все эти ноты как маленький форшлаг такой. Ну-ка, попробуй сделать так, а. Вот остановитесь на этом. Смотри, да. Сделай, сделай, сделай дименой, на сними звук. Т-р-р-р-р. И обмани Марину, чтобы она сидела и дрожала, когда сыграет этот аккорд. Это очень интересный момент. Это же гениальный юмор, сенсация. Ну-ка. Молодец, Марина. Хорошо. Играйте дальше. Музыка. 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 Одрей, ты что-то очень интересное говорил по поводу этой темы. Что это фламенко. Да, это фламенко. Это на самом деле уже фламенко. Вот это сочетание цыганского, испанского, еврейского, арабского, вот давшее фламенко. Потому что ритмически вся структура меняется. Никто не понимает, в каком ритме играет Марина. А еще когда ты начинаешь играть квартоль на триоль, то вообще получается полное полиритмия. И получается свободное признание в любви, которое начинается очень, как сказать, чувственно, а заканчивается таким безумным, извините, эротическим криком невиданным. Это все буквально за какие-то 45-50 секунд. Слушайте, это одно из самых феноменальных любовных признаний в музыке. КОНЕЦ 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 И вот сейчас начнется место, от которого у меня много лет, почти с рождения, а знок идет по коже. Я считаю, что если сказать, что же такое скрипка, скрипичная мелодия, и что такое ее тонкость, недосказанность, и откуда вырос весь Крейслер, и весь Хейфиц, все, вот они вышли из той мелодии, которую вы сейчас услышите, когда вот эта нотка Си понижается на полтона, и начинается, ах, такое, что слов уже никак не хватит. Вот сыграется. Та-ра-та-там, та-ра-та-там. Та-ра-та-та-там. 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 Та-ра-та-там. Та-ра-та-та-та-там. Продолжение следует...